Прямо сейчас на связи со студией Алексей Ижак, это заведующий сектором Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Давайте для начала разъясним, что такое обедненный уран, хотя об этом немало было сказано в нашем сюжете, но тем не менее у россиян сейчас у Кремля, у кремлевской верхушки настоящая истерика. Итак, в скором времени Украина получит от Великобритании снаряды с урановым сердечником, боеприпасы спровоцировали, как я уже говорил, страшную истерику у россиян, так как это верная смерть для их танков, но не для экологии, как они пытаются это представить, что нужно понимать, в чем различие между обедненным и обогащенным ураном. Но я вас попрошу еще раз это разъяснить. Обедненный уран — это то, что противоположно обогащенному урану, который используется как топливо для атомных станций, и в высоком обогащении когда-то использовался как материал для ядерного оружия, но сейчас он практически не используется, используется плутоний. Но, тем не менее, это прямо противоположно. Если в природе уран имеет обогащение по вот этому радиоактивному изотопу 235, скажем, 0,7%, то при обеднении это уже значительно меньше процента, 0,5%. То есть это субпродукт обогащения урана. Сейчас обогащается урана значительно меньше, чем в годы Холодной войны. Во-первых, не обогащается уран для оружия. И, во-вторых, этих мощностей для обогащения сейчас в два раза больше, чем надо для атомной промышленности. Поэтому накопилось очень много этого обедненного урана. Там миллион тонн примерно в мире, в разных странах, от Сингапура до Голландии. Есть в тех местах, где было обогащение урана и какие-то исследования, там этого материала очень много. Как говорили в Советском Союзе, этот материал широко использовался в народном хозяйстве. А сейчас, можно правильнее сказать, в гражданских секторах. Ну, в вашем материале уже было, что это разные противовесы. Кроме того, что авиация, там, где надо, допустим, где-то уравновесить планер. Есть еще очень популярное место кили-яхта. Вот те вот богатые люди, которые ездят под парусами на океанских яхтах. Там длинный-длинный киль внизу, чтобы яхта не перевернулась. И там объединенный уран вместо свинца. Потому что уран значительно плотнее, чем свинец. Там больше, чем полтора раза. То есть там, где есть свинец, допустим, рыбу мы ловим, грузики, рыбаки. Ну, там можно использовать уран, просто это дорого и хотя бы более эффективно, возможно. Но кто может себе это позволить, это использует. Что касается боеприпасов, да, это очень старая, ну, есть, по большому счету, два способа пробить броню танка. Это либо же аккумулятивный заряд специально подобранной геометрии, который создает очень тонкую, такую горячую струю, которая прожигает танки, выжигает все, что там в середине. Либо же можно пробить стрелой, которая летит очень быстро. И стрелу можно разогнать быстрее, чем обычный боеприпас. Она фактически достигает гиперзвукового порога. Ну, пять махов она, в принципе, лучшие бронебойные боеприпасы такого вот подкалиберного типа. Они достигают такой скорости. И две возможности. Либо это вольфрам. Вольфрам просто пробивает и создает внутри танка поток осколков, который все убивает. Либо же это уран. Уран ценен тем, что он перафорный. Он горит. Когда он проходит через броню, это и урановый стержень, он загорается и сжигает все, что там внутри. То есть он пожароопасный. Он не радиоопасный, он пожароопасный. Ну и, конечно же, уран используется как защитный материал против радиации. Он используется и против, ну, просто как тяжелый материал. Он используется как, может использоваться, как, ну, такие, дополнительная защита для бронетехники. Те стороны, которые могут позволить, потому что это довольно дорого. Либо же он используется, вот, когда мы делаем рентген, очень часто в этих рентгеновских аппаратах есть защита, защита из объединенного урана, если это дорогая установка, которая просто защищает тело от лишней радиации. То есть никакого отношения, действительно, к ядерному оружию это не имеет. Наоборот, если можно что-то найти, что не имеет отношения к ядерному оружию, так это вот именно объединенный уран, потому что это противоположность того, что используется в ядерном оружии. И, конечно, это совершенно искусственная манипуляция, информационная манипуляция, основанная на том, что слово уран само по себе звучит страшно. Ну, вот поэтому Россия его использует. Алексей, вот, кстати, откуда пошла вообще, я так понимаю, что это еще советская формулировка «ядерная компонента», да, или «ядерный компонент», но в России-то, по сути, есть на вооружении собственные снаряды с этой самой ядерной компонентой, если я правильно называю. И, насколько я помню, об этом уже говорилось в нашем материале, по сути, вели совет из 70-х годов прошлого века разработку таких снарядов, и они сейчас есть на вооружении. В России это снаряды «Свинец-1», но их они не могут полноценно применять при помощи своих танков. В чем причина, ну и правильно ли я все формулирую? Ну, насколько я не могу точно сказать про вот то, что я знаю. Ну, что я знаю? Я знаю то, что Советский Союз пытался не просто обедненный уран использовать, как бронебойную вот эту стрелу, которая поршнем выбрасывается из дула танка и очень быстро летит, пробивает. Эти делались стрелы, ну, вольфрамовые действительно. И действительно, вот когда была проблема утилизации боеприпасов, которые у нас здесь на Украине, у нас действительно здесь было много вольфрамовых этих стержней, но я не помню, чтобы была проблема с этими урановыми. Их, наверное, действительно Советский Союз по какой-то причине не мог делать. Я думаю, это связано с уровнем технологии материалов, потому что это все-таки надо этот стержень сделать, и уровнем наших порохов, которые должны были, советских порохов, которые должны были разгонять этот стержень. Возможно, не могли его разогнать нужным способом и до нужной скорости. Поэтому Советский Союз пытался вместо этого сделать даже ядерные боеприпасы, настоящий ядерный боеприпас, артиллерийский, который бы стрелял из танков. Я тоже не уверен, что это было, но, тем не менее, как свидетельствуют некоторые материалы, в инструкциях для некоторых танков советских были упоминания о специальном боеприпасе. То есть Советский Союз, конечно же, над этим работал, и Россия над этим работает. И если они не сделали этот боеприпас, который действительно эффективный, мы можем понять, в чем ценность вообще пробить танк стрелой? Ну и что, дырку сделали? А смысл в том, что это пробитие создает либо осколки, которые уничтожают то, что там внутри танка делают, его не способным воевать, либо же прожечь все. И вот уран, он действительно, обедненный уран, он загорается и выжигает все внутри танка. Поэтому, конечно же, пытались сделать, и то, что не сделали, это означает, что просто не смогли сделать. Вот не смогли по уровню, ну, из-за уровня технологического развития. А то, что сейчас работает, тоже наверняка работает. Потому что обедненного урана в России с головой, больше, чем в других странах. Да, как они могут и обогащать, кстати, тот же уран. Добывать и обогащать. Да, олигархов уже не так много. Яхт, все яхты олигархов в киль поместить этого урана, все равно олигархов уже не хватает. А, сейчас мы перейдем на мою любимую тему по поводу Росатома и отсутствия санкций. Но у нас немного другая тема. Предлагаю еще одну цитату услышать. В МИДе Российской Федерации придумали, что в контексте урановых боеприпасов можно пугать россиян не только ядерной войной, но также и геноцидом. Например, спикер ведомства Мария Захарова считает, что применение урановых снарядов – это проявление геноцида в отношении того населения, против которого они используются, и того населения, которое их использует. Я просто цитирую. А ее шеф, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что планы Британии говорят о том, что Лондон готов идти не просто на риски, но и на военные преступления. Давайте послушаем это и обсудим. Были западных представителей о том, что ничего страшного в этом нет, что снаряды с обедненным ураном не запрещены, что они не нарушают никаких конвенций. Но все помнят, каким результатом привело применение снарядов с обедненным ураном в Югославии или Ираке, когда пострадали десятки тысяч мирных жителей и солдат НАТО, использовавших эти снаряды с обедненным ураном. Произошел всплеск онкологических и других опасных заболеваний. Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Югославию еще вспомнил, он бы еще Чехословакию применил в качестве термина. Но смотрите, забывают россияне сообщать, что использование снарядов по сути с обедненным ураном не является чем-то неконвенциональным. Их активно применяли, как уже было сказано, например, в Ираке, и боеприпас такого же типа не запрещен к применению международными документами. Так в чем главная проблема? Проблема в том, что нужно использовать психологические операции. И вторая проблема в том, что новых разработок в рамках таких информационно-психологических операций у России нет. Они уже очень активно разрабатывали эту тему с обедненным ураном во время югославских войн. Особенно когда операция НАТО проходила в Сербии, вокруг Косово. Там это очень активно раскручивалось. Никаких доказательств я не помню, чтобы были... Ну, исследования проводились. И влияние войны на здоровье людей, конечно, война плохо влияет на здоровье людей. Но, насколько я знаю, все исследования говорят о том, что наибольший ущерб — это не разорвавшиеся боеприпасы и мины. То, что есть какое-то специальное влияние урана, я думаю, это не найдено. Потому что, как я говорил, уран используется в установках медицинских для защиты от радиации. Он, обедненный уран, он просто защищает от радиации. Он сам не несет радиации. Это просто тяжелый материал, который сжигает. Он убивает, как и любой боеприпас, который используется определенным способом. Но это обычный боеприпас. Поэтому, я думаю, сейчас просто в России кризис жанра. И они выжигают все те слова, которые могут представлять какой-то психологический эффект. Уран представляет психологический эффект, они его используют. Но, я думаю, это скоро закончится, когда это будет слово уже затерто до дыр и перестанет представлять какую-то угрозу. Это просто психологическое давление вокруг совершенно обычного боеприпаса, который никак, ничем не защищен, не запрещен. Вот мины, есть конвенции, которые запрещают для некоторых стран эти мины, те, кто подписал. Разрывные пули, так это запрещено. Вообще запрещено все использовать, что доставляет людям излишнее страдание, ненужное с точки зрения ведения войны. Это все, конечно, запрещено. Но уран, это именно объединенный уран, эффективное средство борьбы с танками. И совершенно правильно сказал, кажется, это был госсекретарь, кто там сказал, американский, что самое лучшее средство не представлять, избавиться от этой угрозы, это убрать российские танки с украинской территории. Это самое лучшее, что можно сделать для ликвидации этой вымышленной урановой угрозы. Кстати, Алексей, я еще специально нашел немного больше подробностей о снарядах «Свинец-1» с обедненным ураном. То, что мы с вами уже обсуждали. Я просто немножко хочу развить тему. Некоторые из них имеют выстрел 3БМ-59, ну, чтобы было там совсем понятно, содержащие сердечник с обедненным ураном. И вполне возможно, что Россия уже использовала такие снаряды в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. Они входят в комплект танков, например, Т-80БВМ, Т-90. Но другое дело, что производство таких боеприпасов, оно дорогостоящее, технологичное, а поэтому проблемное, по сути, для России. Так как они находятся в условиях санкций, ну и лапки, как мы называем, у россиян тоже присутствуют. Но в связи с последним фактом того, что они находятся под санкциями, по сути, сейчас россияне не могут адаптировать свои танки под использование выстрелов «Свинец». И, вероятнее всего, машины, которые могли бы это делать, они были уничтожены у Украины еще в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Во время, там, Буч или под Тростенцом, вот тогда они могли быть уничтожены. Правильно ли я рассуждаю? Скорее всего, да, да, действительно, большинство тех танков, которые были боеспособны, они были уничтожены. Но, с другой стороны, мы видели, что наиболее современные свои танки россияне берегли, потому что их не так много. И если речь идет о последних версиях, я, к сожалению, не могу точно про это сказать. Я думаю, все наиболее ценные они все-таки берегли. Но если они использовали этот боеприпас, то это, наверное, вскроется. Но надо анализировать и изучать те наши танки, которые были подбиты. Но это большой труд. Возможно, международные прокуроры это и вскроют, этот факт, когда будет полное исследование результатов войны. Но я не исключаю, что та напористость, с которой российские пропагандисты сейчас поднимают эту тему, говорит о том, что они не успели или не смогли или неудачно применили этот боеприпас в Украине. Еще хотел бы тогда уже о реакции политической от тактико-технических характеристик. Хотелось бы перейти к реакции. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с объединенным ураном не является ядерной эскалацией. Об этом он сообщил в ответ на реакцию Владимира Путина, о чем сообщает Sky News. По его словам, в войне России против Украины нет ядерной эскалации, а объединенный уран в танковых снарядах используется для пробивания брони. Давайте послушаем. Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах, это Россия. Нет никакой угрозы для России. Речь идет исключительно о помощи Украины в ее защите. Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании. Вот я хочу еще одну цитату российского диктатора Путина привести. Вот, нашел ее. Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже орудия, опять же, с ядерной компонентой, да, или ядерным компонентом. Можно по-разному говорить. Вот эта вся нервозность и Путина, и Медведев, которые там через два дня на третий или через один день на второй, заявляют о том, что ну вот сейчас-то мы и можем применить ядерное оружие. Насколько это вероятно, потому что, ну, по сути, сейчас идет искривление информации, да, как всегда Россия манипулирует информацией про обедненный уран, но при этом она говорит о том, что может применить оружие с обогащенным ураном, по сути. Любая, конечно, риторика относительно ядерного оружия, надо воспринимать это серьезно, но если Россия, я считаю, что риск, он все-таки минимальный, и сейчас практически сведен к нулю, потому что, ну, после тех предупреждений, которые получило российское руководство, после молчания Китая, и даже предупреждения о том, что никакое ядерное оружие не должно быть применено, это, ну, очень низкий риск того, что Путин решится отдать такой приказ, и кто-то в России решится его выполнить. Но если действительно до этого снова дойдет, вот до серьезных рассуждений на эту тему, потому что сейчас это все менее и менее значимое. Если вспомнить, как эти ядерные угрозы звучали год назад, и как они звучат сейчас, они звучат, ну, они уже доходят до комичности, особенно со стороны Медведева. Поэтому, я думаю, риск очень невелик, но если он существует, он связанный аж никак не с тем, что со стороны Украины появляются новые бронебойные боеврипасы, а с тем, что режим Путина может угрожать кардинальные, ну, какая-то очень кардинальные для него события, и утрата власти после поражения в Украине. Вот эта угроза все еще и движет, в общем-то, всеми этими ядерными разговорами. Путин демонстрирует, что готов идти на любые шаги, если его власти, его жизни что-то угрожает. Ну, я лично считаю, что поражение в Украине никак ему не угрожает. Он может спрятаться в бункер, он может объявить, что достиг великой победы, которой не было в последние сто лет, и спокойно жить дальше, как он согласно полученному образованию и жизненным достижениям. Согласно здоровью и полученному образованию. Он может жить дальше. Поэтому, я все-таки думаю, никаких ядерных угроз реальных не существует. Все это предлог и очень неуклюжий предлог, который рассчитан на очень недалекие обывательские реакции на слово «Уран». Никакого ядерной эскалации со стороны Украины, со стороны наших партнеров в этом нет. И я думаю, даже в тех заявлениях, которые сейчас звучат со стороны Путина и Медведева, в них реальной ядерной эскалации нет. Есть только желание остановить помощь, которую Украина получает от наших партнеров. Россия всегда начинала масштабную такую вот риторику вокруг ядерного оружия, когда пыталась остановить получение Украины новых видов вооружений. И надо сказать, вот что здесь важно. Россия, возможно, все еще имеет хорошие разведывательные структуры, и они знают, что принимается какое-то решение. Мы можем этого не знать, но если мы слышим от России поднятие вот этих ядерной тематики, эту ядерную риторику, это означает, что сейчас наши партнеры принимают важное решение о предоставлении нам важных новых вооружений. Конечно же, эти вооружения никак не связаны с ядерной эскалацией, но они эффективны на поле боя для достижения победы. Алексей, я, простите, не могу не затронуть тему мирного так называемого атома, да, российского, который на самом деле по сути не такой уж и мирный. Я про государственную корпорацию Росатом, против которой до сих пор не введены санкции, и почему я говорю не совсем мирное? По данным американского издания The Washington Post, Росатом еще и импортирует компоненты для российских танков и авиации, как раз пользуясь тем, что против этой компании не введены никакие ограничения. И компания может себе это, по сути, позволить, так как отлично понимает собственный вес на западном рынке, так как против нее, ну, уже я говорил, что не введены санкции, так как найти альтернативу ее ядерному топливу – это дело далеко не одного года. И европейские страны зависят от российских твелов. Так вот, у меня вопрос, в 10-м пакете санкций обсуждались как раз возможности ограничения для Росатома, но в последний момент они не были введены. Европа не готова вводить санкции против Росатома, насколько я понимаю. В Венгрии не готова. А Евросоюз готов? Ну, большинство стран готовы, но тут в чем есть проблема? Это такая же проблема, как вопрос собственности замороженных российских активов. Там нужно решить очень много юридических, тонких вопросов так, чтобы мировой бизнес, который существует в сфере атомной энергетики, не разрушился. Россия, во-первых, она очень долго берегла Росатом от участия в этой гибридной войне. Если «Газпром» спалили уже давно, вот в таких действиях, которые были сначала неочевидны, а потом стало понятно, что эта деятельность «Газпрома», допустим, не имеет коммерческой составляющей, она связана с политикой. Росатом долго берегли, и только сейчас начинаются такие действия Росатома, которые не связаны с политикой. И все еще партнерам международного бизнеса надо доказать, что действия Росатома сейчас не связаны с бизнесом. Они связаны с политикой. Контроль над запорожской атомной станцией не связан с этой. Либо же то, что серый импорт не связан с этим. Но надо сказать, что вот когда мы говорим о сером импорте, одна дело запорожская станция и роль там Росатома. Кстати, очень аккуратная роль, там хорошие юристы у Росатома работают так, что они вроде как не причастны к этой деятельности российского государства. Они просто согласны международным нормам обеспечивают безопасность станции. А сами они ни на что не претендуют. Они пытаются вот застраховаться от этого. А с другой стороны, эти вопросы серого импорта, они связаны с тем, что у Росатома есть очень большой параллельный бизнес, непрофильный. Дело в том, что вот атомные ледоколы, которые обеспечивают навигацию северным морским путем, они структурно принадлежат, они являются, ну, как дочерним предприятием Росатома. Поэтому Росатом участвует в этих транспортных коммуникациях России и, пользуясь тем, что он не санкционный, я уверен, что они завозят что-то северным морским путем, скрывая это и прикрывая это какими-то особыми интересами. Поэтому рано или поздно эта кувалда санкций, она и долетит до Росатома. Ну, это трудное дело, потому что там хорошие юристы, и только сейчас Росатом вошел в эту ситуацию гибридной войны, в отличие от Газпрома. На Газпром мы уже видим, что с ним происходит, а вот Росатом только в начале этого пути. Но этот путь он уже начал. Алексей, как всегда, говорю вам огромное спасибо за эти разъяснения. Обожаю с вами ядерную тему обсуждать вообще, в принципе, все, что касается урана, атома, мирного и не очень. Алексей Ежак, заведующий сектором Национального института стратегических исследований, только что был с нами на связи. И я... И я... С вами был Игорь Негода.